В эфире служба новостей Сарова 24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Ковид вернулся. Как в Сарове развивается ситуация с распространением коронавируса? Волжская флотилия. Флот Армира пополнил катер на солнечных батареях. Таланты Европы, воспитанницы детской школы искусств стали лауреатами международных конкурсов. Далее расскажем обо всем подробно. Ковид вновь становится главной темой новостей. Коронавирусные сводки не радуют. Новых больных в Сарове с каждым днем все больше. Растет и число госпитализаций. По состоянию на 16 июня в больнице лежат 35 человек. Двое из них в тяжелом состоянии. Всплеск начался вслед за крупными городами. С наступлением теплого времени года и отпускного сезона люди стали чаще выезжать за город. Плюс в большом количестве возобновились командировки. Началась более быстрая передача вируса с территории на территорию. А самое главное, что это еще и было на фоне резкого снижения и уменьшения используемых мер профилактики. Многие посчитали, что уже совершенно не страшно. Кто-то переболел, кто-то провакцинировался, кто-то просто посчитал, что опасный период позади. Снижение мер защиты привело к резкому росту числа больных. На территории региона сейчас циркулирует несколько штаммов вируса. Есть и британский, южноафриканский и индийский. Их цель в основном это люди, которые достаточно спокойно пережили два прошлых подъема болезней и не встречались ранее с инфекцией. Новые штаммы характеризуются неким новым течением. Среди заболевающих, кроме того, что по-прежнему остались группами риска лица пожилого возраста и лица с хроническими заболеваниями, которые я тоже уже много раз перечисляла, Сейчас все больше появляется молодых людей и в том числе и детей. И кроме того, яркой особенностью нынешней ситуации является более тяжелое течение заболевания у молодых людей. Есть третья волна из случаев, когда болезнь распространяется молниеносно, что было крайне редко в первые два подъема заболеваемости. Буквально за 2-3 дня ковид приводит к массивному разрешению легочной системы пациента. У Минздрава Нижегородской области есть прогноз, как будет развиваться ситуация с ковидом. Три недели подъем заболеваемости, затем три недели плато и потом плавное снижение. Сбудется ли этот достаточно мягкий прогноз, зависит от самих граждан. Специалисты рекомендуют не пренебрегать средствами защиты и соблюдать социальную дистанцию. И самое главное – сделать прививку. Доводы, которые приводят сейчас в социальных сетях наши горожане, которые отказываются от вакцинации, они или несостоятельны. Ну вот, например, совершенно несостоятельны доводы о том, когда подсчитывается, сколько людей заразилось и что начали болеть и умирать привитые люди. Если у нас не привитой человек в 80% случаев, встретившись с инфекцией, заболевает, то привитой – это меньше 1%. По оценкам специалистов, 95% населения после вакцинации получают хороший иммунный ответ. Записаться на прививку можно в регистратуре обеих поликлиник или на портале пациента. Клиническая больница номер 50 увеличила число врачей-терапевтов, которые осматривают пациентов перед вакцинацией. Прививать готовы до 400 человек в день. Обязательный техосмотр для получения ОСАГО больше не нужен. 15 июня Государственная Дума приняла соответствующий закон. В момент заключения договора на автогражданку владельцу не нужно будет предоставлять страховщикам документ о прохождении техосмотра. Норма была оформлена как поправки ко второму чтению законопроекта на другую тему – о работе иностранных страховых организаций в России. Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что новый закон облегчит жизнь как страховым компаниям, так и автовладельцам. Депутаты отметили, что на диагностических картах сформировался целый бизнес, и открепление полиса ОСАГО от техосмотра положит этому конец. Ведь на деле машины в большинстве своем не проходят реальную диагностику, а страховые компании не в состоянии проконтролировать, прошел ли автомобиль реальный техосмотр. В Госдуме в качестве аргумента также привели уменьшение количества станций техосмотра, что может спровоцировать нехватку времени рабочих рук на проверку машин. В итоге люди вынуждены будут покупать диагностические карты. Новые правила вступят в силу с 22 августа. Абекуны смогут получать пособие на ребенка 8-17 лет, если его родители умерли. Это следует из нового указа Владимира Путина. Ежемесячные выплаты появятся с 1 июля, сообщает 360 ТВ. Их размер – половина прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 6 310 рублей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России установят приоритетное право на зачисление в одну и ту же школу или детсад родных братьев и сестер, независимо от места их регистрации. Такой закон приняла Госдума. Как пояснила один из авторов депутат Алена Аршинова, ранее утвержденная норма об обязательном общем месте жительства братьев и сестер при приоритетном зачислении в школу или детсад создала новые проблемы для семей. Таким образом, полезная по идее мера привела к новым бюрократическим сложностям. «Фактически семье не нужно будет доказывать родство братьев и сестер общим местом проживания», – заявил депутат. Аршинова привела в пример ситуацию, когда ребенка регистрируют не в том месте, где он проживает фактически, например, чтобы решить вопрос наследования. И такие дети уже не могли бы посещать образовательное или дошкольное учреждение, где уже учатся их родственники. Директор Центра имени Гамалея Александр Гинсбур пообещал Владимиру Путину, что к 15 сентября будет готова детская прививка от коронавируса. Он также сообщил, что детям в 8-9 лет пробовали делать интерназальную прививку. У нее не было побочных эффектов. Сообщить о пьяном водителе на дороге теперь стало проще. На территории Нижегородской области реализуют пилотный проект по предупреждению смертности в ДТП, связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения. Если вам известно о том, что кто-то сел за руль пьяным, сообщите об этом по номеру 112. Отметим, за последние пять лет по вине нетрезвых водителей на территории региона погибло 526 человек. В Саровской православной гимназии продолжается проект по созданию мультипликационного фильма об истории Саровского монастыря. Первые две серии первоначальника «Настоятели» были успешно созданы на средства президентских грантов, выигранных в 2017-2018 и 2019-2020 годах. На создание третьей серии «Академия монашества» также выигран президентский грант, сообщает NNE.ru. Новая серия расскажет о седьмом и восьмом «Настоятелях монастыря» Пахомии и Исаии и продолжит сюжетную линию двух предыдущих мультфильмов. Время действия сюжета с 1777 по 1806 год, когда Саров называли Академией монашества, и многие выходцы из братьев монастыря стали настоятелями обителей. Партнером в новом проекте станет школа номер 32 с углубленным изучением отдельных предметов имени преподобного Серафима Саровского города Курска, родина седьмого настоятеля Пахомии преподобного Серафима Саровского, о юности которого в монастыре тоже будет рассказано в третьей серии. Не менее 10 школьников из Курска посетят Саров, чтобы участвовать в озвучке мультфильма, так как именно они станут главными рисованными героями этой истории. Примеры мультфильма пройдет в Курске, Сарове и во всех православных гимназиях Нижегородской епархии с привлечением общественности и телевидения. Мультфильм, как и предыдущая серия, будет показан по Нижегородскому телевидению, и канал «Союз» его увидят несколько тысяч зрителей. В Сарфодине Яумифе начался прием документов для поступления на программы высшего образования, бакалавриат и специалитет и среднего профессионального образования, политехникум. В этом году прием идет на очную форму обучения, на места, финансируемые из госбюджета, на очную и наочно-заочную форму обучения, на места с полным возмещением затрат на обучение. Прием документов от абитуриентов на бюджетные места на программы бакалавриата и специалитета завершится 29 июля в 18 часов. На программу магистратуры 31 июля в 18 часов. Всю информацию о поступлении можно изучить на странице ВУЗа. Подробности можно уточнить по телефону 3-94-78 и плюс 7-910-871-83-23 или в группе ВКонтакте с Арфодине Яумифе приемная комиссия. Самокаты, сегвеи, моноколеса и другие подобные средства передвижения стали уже привычным видом транспорта в городах. Но, несмотря на популярность, их правовой статус пока никак не урегулирован. Как к появлению электросамокатов на улицах относятся саровчане и что нужно учитывать владельцам этих устройств, расскажем далее. Куда мы катимся? С недавних пор на улицах нашего города появились электросамокаты. Модные, практически бесшумные и очень удобные. С каждым днем они только набирают популярность. Как вы относитесь к электросамокатам на улицах нашего города? Ну, на самом деле, отрицательно, потому что скорость большая. В целом, это удобно достаточно. Так что, я думаю, положительно больше, чем отрицательно. Я вот на днях вижу, летит на самокате молодая девушка по тротуару, но с такой скоростью, там можно просто столкнуться с любым пешеходом. Так что, думаю, да. Везде нужны свои правила, в чем соблюдать. Законы должны работать для всех. За минувший год в Москве произошло 156 ДТП с участием электросамокатов и моноколес. Это на 66% превышает показатели 2019 года. Сейчас владельцы электроскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности в правилах дорожного движения приравниваются к пешеходам. А потому их действия регламентируют только те правила, которые относятся к этой категории участников дорожного движения. Передвигаются только по тротуарам, по пешеходным дорожкам. При переходе, проезжей части, по пешеходному переходу обязательно спешатся с своих электрических коней, можно так сказать, либо велосипедов. Правила дорожного движения, это все предусмотрено, и их неукоснительно необходимо выполнять. Власти столицы и регионов обеспокоены ростом числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Они разрабатывают новые правила для регулирования их движения, а значит, возможно, в скором времени нас ждут изменения в ПДД. Выбрать для прогулки старый добрый велосипед или продукт технического прогресса. На этот вопрос каждый отвечает для себя сам. Но будьте осторожны, соблюдайте правила дорожного движения и не подвергайте опасности себя и окружающих. В Армире прошло последнее занятие по постройке катера в рамках проекта «Волжская солнечная флотилия». Несколько месяцев активисты клуба и ученики 13-й школы собирали катер на солнечные батареи. Наконец, судно спустили на воду. Участники клуба «Армир» закончили работу над строительством катера. С начала февраля подростки под руководством опытных наставников собирали судно по видеоурокам, изучали азы корабельного дела и электроники. Испытания прошли в пойме реки «Сатис». Ребята проверяли крепость судна, исправность мотора и возможность маневренности. Выяснилось, что у нас не все в порядке с электрикой, потому что электрики там много. Там стоят контроллеры, предохранители, там стоит зарядное устройство, опять же, связанное с солнечными батареями, которые потом питают наш аккумулятор. Работа над проектом была для ребят увлекательной и полезной для практической жизни. Участники приобрели опыт командного сотрудничества, развили трудовые навыки и инженерные компетенции. Навыки, которые мы получаем в проекте «Солнечная регата», очень сильно развивают любого человека, который подписался на данный проект. Это привлечение молодежи к активному участию, то есть это ремесленная часть, когда молодые школьники, в данном случае в мастерских, то есть создают вместе со своими руководителями что-то новое, интересное и довольно высокотехнологичное. Теперь участников клуба «Армир» ждут соревнования в Нижнем Новгороде с командами из других регионов. Победитель получит право участия во всероссийских и международных конкурсах. Воспитанницы детской школы искусств стали лауреатами международных и всероссийских конкурсов. Наталья Баканова, София Синяпина и Ксения Павлова получили дипломы в фестивале «Отражение звезды России» на «Олимпе» и «Мэджик Войсис». Подробности далее. К международному конкурсу «Мэджик Войсис» Ксения Павлова готовилась полгода. Девушка хотела показать достойный результат, поэтому вместе с преподавателем отрабатывала свои ошибки и много репетировала. Конкурс проходил заочно, и на суд жюри Ксения представила видео с песней «Мне моя матушка говорила». У меня был СИП, тяжело было очень его убрать, должна была на высоких нотах ярко петь, это было немного тяжело. Для Натальи Бакановой выступления стали обычным делом. В детской школе искусств Наташа занимается третий год, и за это время накопила большой опыт выступлений. Благодаря онлайн-формату девушка приняла участие сразу в двух международных конкурсах – «Отражение» и «Маленькие звезды», на каждом из которых стала лауреатом второй степени. Мне нравится подготавливаться, какие-то учить новые произведения, нравится выступать. София Синягина успешно выступила на Всероссийском конкурсе «Звезды России». Свой певческий путь она начала в хоре. Девочку не было слышно в толпе голосов, и по совету преподавателя она ушла в сольное пение. По словам Софии, благодаря выступлениям и победам на конкурсах, она стала увереннее в себе и моментами даже чувствовать себя популярной звездой. Я хочу добиться того, что я буду хорошо петь, ну и тянуть красивые ноты. Во время каникул вокалистки продолжают заниматься дома, чтобы держать себя в форме и достойно выступить в будущих конкурсах. Отзывы к Дня России. На дворовой площадке клуба «Восход» для ребят прошла викторина, посвященная государственному празднику. Детям предстояло проверить свои знания истории страны и ответить на вопросы ведущих. Как сейчас называется наше государство, кто является главой государства и кто был первым президентом России? Игровая программа «Ко дню России. Моя любимая родина» началась с викторины. Ребята ответили верно почти на все вопросы. Я знала некоторые вопросы, но я не знала про первого президента, про город, некоторые города, которые я забыла, но иногда говорили мне про эти города, но чуть-чуть позабылась. За каждый правильный ответ ребятам присуждали один балл. Вторым испытанием были филворды. Участников поделили на две команды и выдали листки с задания. Они должны были найти семь зажифрованных слов, связанных с Россией раньше своих соперников. Затем был флешмоб. Мы сегодня готовили целый час наш танец. Нам поставили музыку наши педагоги, под которую мы репетировали танец. Мы репетировали танец очень коллективно и друг другу помогали с движениями. Третье задание также было командным – сопоставить государственные праздники и их даты. В конце мероприятия всем участникам раздали ленточки с триколором и сладкие призы. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!